В городском округе проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек. Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. Теперь специалисты приступили к расчистке Токаревского пруда. Там побывала и наша съемочная группа. Токаревский пруд существует с 1950-х годов. Раньше пользовался большой популярностью у жителей. Но за все время существования тут никогда не проходили санитарные работы. Сейчас пруд зарос тиной и травой, а береговая зона завалена деревьями и бытовым мусором. Люберчане просили почистить любимое место. И их желания были услышаны. Все научились купаться здесь. Ну а потом со временем все вот это зарастало, зарастало. Многие трубы вывели канализацию. Ну и вот результат. Получилось болото. Жалко. Очень хороший был пруд. Подрядчик уже приступил к работам. На санитарную расчистку водоема отведено больше двух месяцев. Это самый сложный водный объект в городском округе. И этот пруд последний, который запланирован по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2024 год. Токаревский пруд по улице Старая. Это часть каскадных прудов на реке Кобыленка. Пруд в ужасном состоянии находится. Здесь живет семейство выдр, семейство нутриев. И красноухие черепахи плавают на пластиковых бутылках. Поэтому такое зрелище, как говорится, не для слабонервных. Сегодня мы приступили к расчистке. В поселке Томилино завершили расчистку двух водоемов. На улице Шевченко и Кантемира. Здесь покосили траву, почистили воду от тины, убрали завалы деревьев и бытовой мусор, а также привели в порядок береговую зону. Всего за этот год в городском округе санитарная расчистка прошла на 12 прудах.